Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Да, просто какой-то герой из АОЕ Желательно универсал И, наверное, надо присмотреть что-то такое В том числе и с саппортом Но саппорты, которые сносят в Чену зоопарк Это что-то из разряда фантастики, мне кажется Все-таки они плотненькие Чен, но все-таки с этим новым патчем, с новыми крипами Прям новыми красками заиграл Не знаю, как по мне, они вот что есть, что их нет Они просто разваливаются И вот, кстати, саппорт У которого АОЕ пусть не так много, да, это Мирана Но на линии этот герой просто бегает И шутит крипов Чену, зарабатывает большое количество экспы А вот он, Мидер Вот он, тот самый Мидер, который имеет просто огромное количество АОЕ, Тайт Брингер, и Торрент, и корабль Что уже существенно осложняет жизнь Чену Теперь весь этот зоопарк, это что-то на уровне На уровне чего Блин, сложно придумать, какой это уровень Ну, короче, просто деньги бегают по драке И вот задача кунки Попасть по ним кораблем, Торрентом, и всем остальным Это сложно пропушить Вот мы видим драфт Гидра И понимаем, что это очень сложно продавить Один из самых темповых коров Это Преон Параллельно Шадоу Шаман, Мирана Кунка Они на троих имеют В АОЕ на седьмом левеле больше тысячи дэмэджа Корабль, Старшторм Шок Шадоу Шамана И там уже просто все разваливается Все, что подает под этот рейндж Единственный шанс Брэмнов, раз уж они хотят давить А мы видим пиком Батрайдера, они действительно хотят давить Это начать драку первыми Начать драку, например, так, чтобы кунка не скистовала ни одного с пыла Если у Беттика получится добраться до кунки первым То Лассо, Стан ДК, Рассказ Белки И еще какой-нибудь такой крепкий кэрри, чтобы он качественно наваливал Да, тут на самом деле много выдумывать не надо Мне кажется, можно брать какого-нибудь ТБ Для них на кэрри и все И дело в флепе Лейта какого-нибудь такого сильного на мотив И он в любом случае кунку перепьет Ну, да, да, да Но я бы еще не делал акцент на том, что кунка, скорее всего, в миде Потому что кунка так-то и сложно всегда отправляется, если надо Ну, то есть корабли, тарента, кунка кинет с любой позиции Тут уже нужно просто смотреть на драфт противника При этом, ну, Беттика по игре хорош против кунки На любой стадии Это может быть, может быть, Бреймы Ну, Бреймы сейчас догадаются, да, что Гидра, они в этом плане хитрецы И Близзи у них регулярно, кстати, играет на кунке И Бреймы, да, Бреймы, они думают о том, что, скорее всего, там может появиться и мидер, и у оффлейнера Поэтому они банят и мидера в виде Queen of Pain, и у оффлейнера в виде Легион Командера Момент истины Знаю, Легион Командера, мне кажется, здесь был каким-то таким вариантом Разве что только Беттику гадить с его лассо И ДК Самый максимум И ДК И в итоге это кунка сложная Мы в результате всего этого дела имеем А что ты взял, что сложная, а не я Курен сложная Да не знаю, я когда вижу Фуриона, я не верю в Фуриона, она сложная Я верю в Фуриона, в Легкая Фуриона узнает Я здесь, в этом драфте, если честно, мне и тот, и тот вариант не особо нравится Что-то как-то Просто если выбирать, кто будет бит, лучше, чтобы Билл Фурион, он хотя бы стрелок Ну да, в этом плане согласна А кунка, если он наденется, он будет выдавать демодж раз в 4 секунды Он миличник А против битика и миличника вообще не хочется делать, если это не какой-то там найк сбрасывающий стаки или джиггернаут Вообще без вариантов Нужен ультимативный кэрри для Брэйма Но я за АТБ до сих пор Да, да, точно сложно давить Надо прямо идти-идти в супер гиперлейт, там, Медуза, АТБ, да кто угодно, лишь бы Ну, лишь бы они Выиграли достаточное количество времени для одного кура И то не факт, что этот кэрри даже взлетит, просто потому что контроля слишком много То есть как дамажить, как дамажить, если кунка дает тарент, туда стрелу, туда шаду, шаман хекс, сетку И потом кунка продолжает тарент, стрела, а еще и ворток шторма Вот как дамажить, это хороший вопрос Появляется фантомка Так, фуренка, значит фантомка, плюсы, да Плюсы, что она за БКБ способна двоих здесь унести, это первый плюс Плюс номер два, что она во севере была хороша против фурен Ну, в целом мысли здравые, да То есть мы не будем доводить ситуацию такого, что у нас заканчивается БКБ И мы получаем всю ту пачку контроля, которую я выше описывал Поэтому наша задача убивать противника за лассо Ну, хорошо Хорошо, единственное На самом деле, я думаю, что фурен в итоге может закончиться тем, что он все-таки расстреляет эту фантомку и все Ну, если по дизеблами, да, я думаю, он расстреляет ее Но если 1-1, я все-таки верю в мать Мать сильная Мать очень сильная, она крепко наваливает Ну, у нее там просто модификаторы получше, поэтому В общем, вариант хороший Единственное, во всей этой истории не очень вяжется ДК Потому что ДК, он как бы Героин немножко другого Другого формата, да Он любит долгие драки, когда он там бегает В форме всех разваливает, туда-сюда Он не особо помогает фантомке кого-либо убить в лассо Но, может быть, так нам покажет какую-нибудь такую Атакующую сборочку, чтобы он на пару с фантомкой Успевал кого-то развалить В общем, будет видно Мальчик-то лучший игрок в прошлой игре Сама очень много погоды сделал Практически в соляного раза три дровку уложил Которая очень много проблем доставляла Так я хотела посмотреть, что у нас там по кэпчикам Там у нас говорят в инлайн то, что На брейм теперь 1.56 И на гидру 2.2 Если говорить про эту карту Гидра все-таки остается в позиции не фавориты на этой карте Хотя на серию конкретно коэффициент переобулся в этом отношении Ну, в принципе, понятно, потому что гидра уже имеет за собой эту карту Потому что так оно и будет И тут пока у нас у людей серверные проблемы Ну вот, если честно, когда дело касается такой фантомки Которой достаточно просто все-таки контриться Фурион, он всегда, мне казалось, имел такую проблему То, что до него, когда добираются, он вообще не желез Но он добирает себе буквально парочку слотов на демош Я не знаю, может брать Блаторн плюс Юльнир Или чем-то такого рода Ну, любые два слота на демош, там Блаторн и Криты И он уже в соло кого угодно за спруты уложит И самая главная задача фуриона здесь на кэре Это сделать так, чтобы до него не добиралась фантомка Вот, как-то прям огромной проблемы в этом я не вижу То, что это прям не получится сделать Здесь достаточно много контроля, который может ее удерживать И даже, несмотря на БКБ, хороший урон по ней прямо вписывать будет И фантомке, мне кажется, придется здесь сложнее И самая, наверное, большая сложность Это то, что саппорты тут такие Которые беру с демиджем каким-то В небольшом количестве обладают Разве что ульта от Худвинг может в этом плане сыграть Ну, хотя, все-таки, зоопарк СС Партона Может в этом плане поработать Он вообще заиграл новыми красками Когда мелкие крипчики некоторые появились С прикольными сплами В стиле маленьких соухов Их торнадо Там это спам соухов Это просто вообще какая-то жесть Когда он используется в бою Но увидим, как они бороться будут То есть я бы здесь вообще как-то шансы 50 на 50 оценил Потому что и то вроде может выиграть И то может выиграть Как-то аргументы в каждой стороне есть Да, ну посмотрим, как они реализуют Вот одно и второе Я думаю, что у Гидры есть очень хороший шанс в этой игре Это с кораблем Кунки Душить фантомку до тех пор, пока она не купит БКБ Потому что хорошей защиты для нее нет Вот есть Хил Ченна, да То есть под Хилл там 200, 300, 400 Это, конечно, уже хорошо Но если в нее залетает все Это крест, арен, стрела и так далее Там вообще без вариантов фантомочка будет падать Поэтому задача Гидры в этой игре Это будет настолько, чтобы у Фурион обгонял фантомку Ну, хотя бы на слот Если он ее обгоняет на слот, то там вопросов 0 Там, условно говоря, какой-то лишний сатаник Он способен его спасти И повысить его выживаемость Если же слоты будут равными Я все еще склоняюсь к тому, что фантомочка Она, ну, намного ярче Намного симпатичнее Но здесь такой драф, что они заточены на... Вот они уже заходят в вражеские леса Комбинация довольно-таки крепкая Это Шаду Шаман плюс Мирана Обычно Шаду Шаман с огромного ранджа Хватает любого героя в сеточку На, ну, почти 3 секунды, да И потом там с большого ранджа Брэми решили не испытывать судьбу Они просто не заходят в свой лес Ну, зачем? Вот они вроде пошли, да Но здесь уже остался один Кунг Шаду Шаман с Миран убежали Кунг и при этом забирают ваунтеру Молодец Водопол столб Нормально, нормально варивать, слушай Вопрос, что у нас придумает Чен? Брать крипов и просто фидите Мирану Это не бля Не-не-не-не-не-не Слушай, вот прям у нас, сколько я вижу Последнее время Крипа Мичен начинает гораздо позже Обзаводиться, но не на лейнинг стадии Явно там максимум какой-то один клипочек у него Может быть появится одну рандомную атаку Близи Вынужден уже сразу телепорт сделать Хорошо Просто кидаем Петти Пенитенс За счет этого спида разваливаем одного и второго героя При этом фантомочка очень круто ассистит Она просто напрыгивает и за счет этого спида начинает активно помогать Чену Ну да, вот это на самом деле очень хорошая даблай Если так смотреть Чен с первым с пылом и фантомка Они прям реально много урона Кунка сейчас без ТП Кунка без ТП, он один, Мирана его бросила Мирана тут пошла Крипчика в лесу разваливать Потихонечку набирать экспу голду И кунка на линии стоит У него уже нет фласки, у него нет ТП А фантомочка с Ченом они все еще готовы Вообще интересно, почему решили бетрайдера, я смотрю, на хардлейн поставить Но при этом ДК на мид Мне кажется, что бетрайдер бы нормально разобрался со штормом Типичная ситуация на четвертом левеле, бетрайдер соло всегда шторма убивает Если там одна любая малейшая ошибка, один шаг в сторону и все, это минус А тем временем забирается Чен Все-таки Мика, я так подозреваю, стрелой в него попала И там как-то дэмэджа хватило Там основное, что кунка второй левел взял, да, на втором левеле там уже попроще Там уже такого, что они просто размениваются нет, да, там уже силу выступает спилы Ну и спилы у Мирана и Кункевича они в разы лучше Ну, это хорошо для Кунки и Мирана То есть они пережили, наверное, самый сложный отрезок времени Это когда они там вторых левелов, точнее первые левела И не способны бороться против Чен, на втором левеле сразу развалили И вот теперь очень важный момент, да То есть очень важный момент, что здесь вот есть кэмп На котором Чен мог бы набирать там каких-то крипчиков Я знаю, что она может делать Она может просто, ну, просто вот не знаю Убить парочку крипов там, оставить одного Ну, в общем, мешать Чену играть Вообще по-хорошему Чену нужно делать ТП на Т2 вышку Идти в лес, забирать какого-нибудь полезного крипчика на линию Вообще кало угодно И дальше стоять, помогать Фантомке Потому что с каждым разом будет стоять все сложнее и сложнее По итогу Чен пока берет малыша, волк, убийцу 800 хп, он уже выдвигается в сторону Кунки И вот в этого крипчика нужно сразу кидать в Т2 Я вообще сразу не думаю Давай, Мирана Мирана предпочла путь смерти Она что-то странное вообще делает Не, я так и думала, что так и будет Все-таки под Пинитенс еще хорошо работает второй спел от Нубита То есть ты прыгаешь, у тебя миллиард скорости атаки Ты разваливаешь любого, на кого прыгнешь Здесь Мирана именно под это подставилась Не знаю, на что она рассчитывала с таким количеством хп находясь там При том, что она вроде как лип-то имела, но отрыгнуть она и не пыталась Два липа сразу бы нажала, и до нее бы Фантомка просто не допрыгнула бы Все бы закончилось с кортиком одним Я в ее случае в любом случае Я в ее случае не пытался бы попасть в Фантомку, которая, например, имеет Фантом страйк Потому что, ну, сейчас было видно, как вот хорошо Фантомка обходит стрелу страйком Кидается стрела, она просто прыгает за спину и все И стрела улетает никуда Ошибочка от Мираны и Фантомочка с членом на этой линии так потихоньку по рукам вверх Вот он крипчик Вот он крипчик продолжает быть на линии И его нужно сразу забирать Для первой дубой возможности При этом Тут вообще вот сейчас-вот сейчас желательно, как только появятся крипчики, Мирана одного крипчика забрать стрелой Просто чтобы он Чену не достался в будущем Да, Чен старается всеми возможными силами прогнать Мирана У него это вроде как получается Да, у него это получается, здесь появляются медведи И вот такая ситуация неприятная, да, что кого бы сейчас Мирана не завалило стрелой Чен просто берет второго крипа и прогоняет Мирана Тут он, допустим, возьмет медведемона, например, да? Или не возьмет Похоже, возьмет Ладно А он никого не возьмет, думаю, ему и без них нормально Ну, все, ты прав, все-таки в том плане то, что здесь может статься, что она просто будет видеть эту мадемуазель на Миране Мирана там чистит поты, как может, блочит их своим телом Где-то она, опа, полетела стрела в минус Хорошо Да, просто если бы он взял крипчику, у него так-то фуллмана, у него маточка есть Он бы мог хотя бы этим крипчиком манесить так, чтобы Мирана не попала стрелой А если он берет... А если он этого крипчика просто оставляет на месте, то Мирана выдаст стрелу, заберет крипчика И в итоге Чен стоит на линии дальше без крипа И здесь уже вот они, конечно же, с фантомкой наваливают, но не так сильно Стрела Хорошо, хорошо поставляется Чен, спасает фантомочку, которая попалась на тарент, но инивей тоже получает по лицу В общем, здесь уже кунка начинает в соло разбираться с тейтдрингером против двух героев Чего-то активного спама Так, что мы имеем дальше? Мы имеем бетика, который, к слову, кстати, очень хорош против фуриона в целом в этой игре Но вот на линии с крипстатом сложновато, да? Потому что дэмэджи у него мало, 52, у фуриона 71 плюс пеньки По этой причине фурион, конечно же, бетика переигрывает на линии Так, в миде у нас там шторм ДК, вообще ничего интересного, просто стоит такая консерная банка У него пассивочка в три уже, 2200 хп, 15 хп риг на секунду И шторм, который ему ничего не может сделать Ну и здесь по-хорошему шторм какую-нибудь рону словить и сбегать В легкой линии бетик настакивает потихонечку Здесь как они атакуют? Хотя, может быть, получится как-то удачно привязать кудвинкой Но это уже, не знаю, бочку качать надо на пятом или что-то в таком плане Все равно, мне кажется, просто не будет, потому что зайц может сильно помешать В общем, как-то здесь все не так просто это сделать Вот сейчас белку закрыли, с белкой больше проблем Приходится теперь уже как-то прожигать, пытаться и бетрайдеру И дрим тут явно далек от гибели Поэтому все остается уже вот И пеньки очень сильно грызут белку, она там страдает Тем временем у гидры погибает снова у Мирана На топе А вот в итоге видим то, что бетик только больше пострадал от этой попытки Что-то не знаю, мне кажется, что могли они здесь действительно гораздо украйнее как-то здесь это разыграть поагрессивнее Но... Что сделать? Как-то вот надо закидать напалмом, почему-то он не так активно им швыряется То есть там по 5-6 стаков не вешает, тут все время 2-3 стака, не так много Сейчас на самом-то деле, сейчас сам бетрайдер и пида нет Тут я бы еще отменил то, что если он летит, ему желательно лететь в шаду шамана Если он успеет влететь в иконку шаду шамана и тут нажмет на сеточку, он все равно будет получать урон от фаерфлая Если он летит не в шаду шамана, то он просто получает сетку от шаду шамана и фурен уходит Поэтому шаду шамана это линия цель номер 1 А если его не лупить, то лучше будет Харфлайд заканчивается, у шаду шамана от кулдаунивается сетка, он по итогу забирает бетика И у бетика теперь очень такой старт неприятный То есть мало того, что на линии и крипов имеет мало То есть его там фурен полностью перденайл Как у нас там? 32 на 15, у бетика 12 на 3 В погоне за Мираной Сейчас попытается ей помочь как-то Аскольд, но он остался один против Нубита Сможет ли он его без вортекса забрать? Ну вообще как-то мана хватает, вроде как А, вот и Близзи подходит, видимо Близзи ждал Аскольд здесь Минус есть благодаря ульте, которая была закинута Дримом И со Спарта она также забирают, и этот фраг заберет себе Аскольд Хорошо, здесь вот размин получился очень плюсовой для команды Гидра Мне надо посмотреть, как это сложилось в деньгах для них На первом месте Панетер Судрим, у которого ноль напряжения на лайне Периодически даже фраги для него капают, и все отлично Аскольд, у которого линия безоблачная была, потому что ДК ему ничего не делает Да и он ДК ничего не делает, но все равно сейчас еще фрагом бастанулся Три нулика заветных своих собрал Дальше, судя по мете нынешней, все стремятся БКБ собирать Сразу же Ну и, скорее всего, уже Фантомка выселяется в лес Рано, не тогда, когда она хочет Медленно будет пармить, но здесь на этой линии ей уже Жизия не дадут Хотя, вот, будет пытаться, конечно, крипочку каких-то пармить Которые останутся, когда все отойдут Когда они ближе к Т2 будут, но все равно Это уже не то Бремо старается хоть как-то ответить на этот агрессивный пуш Вот они в виде перетягиваются Душа малая, что душа вам получает Но за счет ручки ему хватает брони, чтобы перенести данный дэмэш При этом Фурион, тот самый мобильный персонаж, который просто влетает Наверх, влетает в центр, вообще по всей карте летает Забирает на 2-3-го И забирает ДК Причем ДК забирает в форме, это очень важно И самое приятное, что когда Фурион забирает Опа, Белочка все-таки смогла И самое приятное, что когда Фурион забирает кого-то В какой-то линии, а рядом находится вышка То потом просто Фурион сам идет и забирает вышку И вот они пеньки, они уже выехали Конечно же Белку хочется поддушить Которая там бегает, что-то спамит постоянно Но... Торма мало-мало По теорию, Фантомка Ой-ой-ой, Мирана промахивается стрелой Там было довольно-таки близко, но есть корабль Есть уходки корабль Который было бы здорово кинуть под крест, да? Но Фантомка успевает уйти И кресло маленького левела В легкой линии, в очередной раз В этика, в очередной раз он старается улететь Просто изо всех сил Он не хватает Чуть буквально, чтобы добить бетрайдера Но anyway, он на этой линии вообще ничего не хватает Он 2400 леверса Фуриона-4100 Слишком большой разрыв Надо его сокращать Не очень понятно, что конкретно здесь можно сделать Все-таки уже начинается такая жадная стадия Где просто так пойти пофармить никто и не даст Беттик получается супер маленький Просто супер маленький Здесь явно даже с имеющимся лассо Будет очень трудно атаковать так Чтобы хотя бы самому не умереть А еще и желательно фраг забрать Поэтому... Сейчас, мне кажется, гидр может начинать говорить с позиций силы У Фуриона тут потихонечку будет появляться Мэлл Стром, с которым и фармить гораздо удобнее И помимо этого можно будет тоже кого-то с прута закрыть И убить типа саппорта Кудвинг Так, ну вот Кунки, который скорее всего поставится Да, он что-то на самом деле здесь супер нагло фармил Видимо, надеялся на саппорт от Мики Который рядом гуляет Но чем, собственно, Миран-то поможет Да, вот так, конечно же, далеко лучше не ходить Потому что у противника и так очень мало Сейчас за любой фраг Брейм получает очень много И, ну, в идеале просто пойти и все вместе снести где-то в ручку Например, легкая Куранчик уже работает У нас, конечно же, Белочка бежит, да? Она не успеет И что мы хотим там? Мы хотим увидеть корабль от Кунки Ему нужен любой ассист От корабля Есть очень крутой герой, это Шторм Крест Талент Корабль Шторм с огромного ранжа Уживается на фулмана Любой герой падает Но сейчас у Шторма дабл дэмэдж бутылки И действующего волшебства Мне кажется, он очень хочет подраться Вот на Белку улететь какой-нибудь Так, там смог Белка сейчас хочет привязать Шторма Шторм привязывает Сейчас будет еще 100 нас куча кентавров И те руны Он захотел, он подрался Да, единственное Чтобы пойти подраться Нужно, чтобы Кунка шел вперед Да кто угодно Но только не Шторм Шторм, которого Огромнейший потенциал В том, чтобы навести урон Но довольно-таки малый потенциал Чтобы впитать этот урон И в итоге Гидра не дожимает То самое начало Уже 2 фида от Коров Сейчас ребятки находят Бетик И в приемах Но напомню, что у Бетик Очень маленький отрасль Поэтому за эти футаги они получают Ну, почти ничего Тоже как бы У нас надо Доброе корабль еще Крим сюда вклицаем Дорогой фраг получается Еще и Заяц его в итоге забрал И нормально Заяц в прошлую игру перевернули Защит блингдаггера И то же самое Купят блинг и закончится в игру даря Ну, он мог купить снях на ней Сначала блинг сразу, ну ладно Так, а тут пока тага Закрыли Драгонайф погибает Вылетела одна молния дрима и добила Также можно Белку попытаться ловить Она уже потратила ультимейт И потратила все свои полимеры Ее попробую еще загони У Мики нету маны Только можешь пострелять через Липа Липы тоже закончили Все, а у Скольда маны нет Одна вела урну Белочка бежит И она где-то под вышечку Она по идее помрет Получает яичку Да, ну вот хоть что-то Там кунг кау-то поцепил Да, кунг кау-то нашел чен Но он без проблем Вот они крепчики, да Нужно просто бить по ним Чем больше ударов, тем лучше Все еще стоит вышка в миде Врачи постретим лучше И на центр летит Да, на центр летит Да Вексвайер четвертого левела работает Дебавка противника вешает Ну блин, кому-то еще помочь Ну, что теперь он один работает А все остальные там бегают Своими делами занимаются Вышка геронична стоит Да и там Роша Почти мертвый И Беттик, Беттик, Беттик Хочет забрать А Егис и получается В последнюю секунду Ай, хорошо Красиво, очень хорошо собрал Белка Она живая уходит И со Спарта он уже никуда не уйдет, наверное Хотя нет, действительно Решили валить Решили валить Сейчас так может успеть Дрима подцепить Его надо спасать Корабль полетел Дрим бежит на пикполе И не убежал Вблизи Либо педа нет вести с ним Либо Дрима спасет Дрима, видимо, все отдают Нормально И вот Брейма забирает еще один враг В общем, Гидра начинает Ну вообще Тришком многое себе позволять Они одновременно пушат центр Бегают Вот здесь, в Тавражеском лесу Сражаются Параллельно стараются забрать Рошан Они слишком многое Хотят сделать одновременно И по итогу Вышка в миде стоит Рошан Айгис С Рошаном Подобрал противник И у них это было Преимущество И это Это все время для Фантомки Ее Плоховато, конечно, ситуация На полторы тысячи отставаний Относительно Дрима Но потихоньку Полигоньку все-таки добирается До БФа Через минутку он будет Тайминги все-таки приличные Для Фантомки Там для нее уже парам пойдет хорошо Сейчас просто Дрим банально Быстрее фармит Потом все изменится БКБ решил сразу После молнии Преон делать Собираться с командой Ну да, здесь на самом деле Нужно наводить экшен Нельзя запускать состояние Когда у Фантомки Там уже будет Сатаник На сто слотов На жир И помимо этого Игры ты? Тут б этих Соломерам забрал Ну, еще растет Потекунку Повышение для него Ладно, солкил Крепко И в другую В другую часть карты Выдвигается ДК А тут Шаду Шаман Кантору? Не угадал Спасти Скольда? Ой, нет, не спас Скольда Зацепили Но теперь Будет ли возможность Его пробить Он и выживает Он выживает И улетает Хорошо И при этом погибает Белка Заяц Соспартона Подловили Ну, минус 2 саппорта В размен на то, что Сами остались без жертв Это хорошо Дальше гнать Наверное, уже будет зря Драгонайт Но Близи решил пойти Кого-то на грез подцепить Но что-то все у него Из-под носа упрыгали И все Закончилось У Гунки тоже почти ПКБ Приятно А, тут Storm Spirit Интересный, кстати Он тут решил Вить Блейд собирать А не ПКБ Да, он будет Фуллфл дамаж Это очень круто Что-то Шаман Реверил смок Сначала Не понял Драгонайт Вообще Где находится герой В итоге решил Просто пойти на полик вперед И Заяц В итоге Все движения Останял И 5000 Буквально до этого Было 2000 И вот они пошли Хороший мобу 5000 уже имеется Фурион готов Бить Разрывать Парабощать Ему осталось Чуть-чуть Со всем Блокингбара Чтобы Битик Вообще Ничего не смог Сделать И Фантомочка Она В отличии от Фурион Драться вообще не готова У нее довольно-таки мало Да, у нее очень мало Если так присмотреться Одного БФ Тоже будет очень мало Как бы Здесь хотя бы еще Изолятор сверху Получается Я не знаю Она не стала себе Крозивную арбу Гридить Она оставила Один урбок в Веном Этого маловато Если она попытается Драться просто с БКБ и БФ Так что През БКБ, БФ И Дизоль Фармить Да Вот такая ситуация Сложная для Бреймова Что с одной стороны Хочется с Ченом Бетиком И ДК Идти давайте Вышки забирать А с другой стороны У них Фантомка И если они пойдут Драться 4-5 То 4-5 Им быстро объяснят Ему очень быстро Объяснят Чтобы им не объясняли Они так потихонечку Халдятся Например Тир-1 вышка В миде все еще Стоит Тир-1 вышка Справа Все еще стоит И из-за этого У Бреймова Мало пространства Для фарма Чен Пошел в сложную Поставил Вардец В очередь Гидра Ищет кого-то По вражескому лесу Смоки Сейчас думаю Догадываются Да где находятся Бреймы Бреймы находятся Все должны Притягиваются Белку Далеко не убежала Да А вот еще Он полетел Лайнап для пуши Слыхшибательный Если они заберут Т2 быстренько То у них потом Уже будет время Забрать его Пост Притом то что Они теряют Тир-1 снизу Но это по сути Супер выгодный Давно от парада И кого-то Кого-то Вот они еще Постараются Найти Чем борются Чем прям борются За всех сил И бетик летит Бетик летел Долетел И только продано Все смотри Ой хорошо Близи Пошел сразу 1 2 3 Забрал 1 Крепчика 2 За 1 Плюс 70 Сколько денег Сколько денег А фантомка Только в СБФ Собралась Наконец-то ТП отсюда не делает Хотелись куча народа Опасно Так А вот он То самое преимущество Стратка-то работает Ну да То есть Это пушит В том демид Котором нужно Сейчас Надо Отрезать От фарма Фантомка Максимально Чтобы она Как можно дольше Поднималась Обратно Сейчас разница Между Тем фармом Который есть У нее И тем Который есть У дримов 4000 золота Это слишком много Чтобы вообще Фантомка Могла хоть что-то сделать И Форион Делает Силер Вот Одна из Тех возможностей Фантомка Похоронить Правда Сколько тут Нами зацепили Забрали Остановили Его Ну ему Конечно Надо бы Аккуратнее Ну это Смогг 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 Он был реализован Но Он просто Был реализован Герой И после этого Не забирает Ни Бышку Ни Рошана Вообще Ничего Поэтому Будем считать Что-то Денечку Ну и при этом Они еще шли Вчетвером Что естественно Оноторс Особо На противнике Не сказывается Потому что Все это время Нас фармит Хурион Там все это время Где-то фармит Кунгкевич Даже Даже Мирана Фармит Смотрю Оноторс Мирана Она медленно Но верно Догоняет Бетика У нее 5000 У Бетика 7000 Она потихонечку Почается Поэтому Сверху Может быть Даже Получится Принять Бетрайдера Потому что Имеется Блинк Главное Чтобы Залетела Стрелка При этом Змейки Стоят Очень хорошо Подвольщики Вызываются Пинки Пинки Работают Выщик Убьется И Белка При всем уважении Анализ Анализ Ничего Дела Минус 102 Но скоро На самом Время За второго Рошана Бороться Потому что Удачнее Выйдет Гидра Саша Она Могут Попробовать Когда Штурмовать Есть У Курена БКБ Плюс Скоро Будет Лотар Но Надо Все-таки Сильвергрейдить Потому что Антонка Станет опаснее БКБ Антонка Будет Делать После Б Все-таки Торопиться Пока С дамеджем Не хочет Хотя Одного БКБ Все-же Будет Недостаточно Хотя Посмотрим Может Тоже Как Гидр Сделала Все Чтобы У них Была Хороша Следующее Драконарошание Они По максимуму Продавили Центр и Верх Они Снесли Две Тердевышки Притом Все Стоит Вардах Тут Стоят Апсы Тут Стоит Сентр Кстати Очень Много Стоит То есть Вообще 100% Город Того Что Бреймов Нет Вардов Я Не готов Встречать Уже Готов Встречать Герои Стоят И Не Пускают Не Пускают Бреймов В этот Лес И Если Так Вот Заходит Чен Это Вам Просто Идти Ломать Возвращать Мужики Мужики У вас 8к Давайте Чен Пришел Вам Позаврал Идите Заберите В обратно Еще Чен Даже Много Как Б Вардов Противников Хотя Сейчас Может Получиться Белку Видели Засек По крайней Мере Но Чет Как-то Драться Не хотят Хотя Казалось Б Урион Всегда Рядом В случае Чего Большое Примущество Они Поздают Противнику Заходить В свой Лес И Фарм Более Того Противник Еще Зашел И поставил Вот Варды Максимально Защитные Вот Рошанчик Появился Они Рошанчик Начинают Бить И Бейтинг У нас Без Блинка Но Блокинг Баром Он Пока Не Торопится Он Убивает Рожан Киот Зарабатывает Деньги Но Гитра Уже Загает Рошана Идти Дальше 9000 Идет Шторм Пойдет Шторм Такой Зашел Здравствуйте Я Шторм Спирит У меня Именется Аегис Давайте Вы все Дружно Будете Ух Из меня Аегис Падает Было бы Здорово Чтобы За него Кого-то Забрали Вроде Сейчас Ну Это Точно Погибнет Но Это Не Та Вообще Цель Которая Нужна Там Собрался Влететь Курион Отменил ТП Возможно Сейчас На какую-то Более Безопасную Зону Прилетит Да 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 Делает Опять ТП Ну Что-то Как-то Слишком Долго Сюда Добирается Ну Бита Пришел Сейчас Проблемы Близи Будут Так Забирают Дримп Сейчас Попытается Побороться Субита Это Выходит Сделать Хорошо Минус Кэрри Команды Теперь Еще И троек Можно Забирать Мидер Уже Погиб Минус Трикора В обмен На Близи Байбек Зайца Конечно Был Знаю Насколько Здесь Необходим Необходим Но Сейчас Будут Еще Пытаться Белку Ловить Она Сейчас Может Не ТП Сделать А тут Зайц Успел Подойти Их Сделать Но Отработал Я Со Спартаны Решили Гнать Вообще Далеко Не стоит Наверное Зато Можно Заняться Тревышкой Она Очень Хорошо Работает Весел Мирана Она Отхиливает Одного Второго Третьего По итогу Считать Что Шторм Очень Хорошо Разменялся Он Просто Влетел В толпу Принял На себя Весь Удар Выиграл Очень Много Времени Слишком Быстро Сложилась Фантом Как В БКБ Меня Это Удивило Вроде Там Никакого Трусайка Еще Нет У У У Не Был готов Разница Пантова Огромная 16.017 Урон Ее Просто Стотаем Перебил Такое ощущение Что Месов Не завезли Да Есть Такое 13.000 Это Довольно Таки Много Блокинг Бар Имеется У Бетти К И Фантом К Но Демеджи Не Хватает Они Взамес Нажали Блокинг Бар И Очень Хорошо Чувствовали Себя Пока Они Были В БКБ Но Как БКБ Закончили Они Не падают Поэтому Их задача За БКБ Развалить А фарма Очень Мало Слишком Большое Преимущество 13 минут И Нужно Продолжать Нужно Продолжать Заставлять Нажимать Фантом Кубок Чтобы Она Была 6 Секунд Нашли Нашли Белочку Белочку У нас Время Успевает Сегер И тут Уходит Постарается Кого Подцепить Довольно Мало Вижена Но Решили Призать Мирана Слово Мирана Впитывает Мирана Уходит Мирана Забирает Потомочка Очередная Шикарничь Игра Для зайцев Которые В этой Игре Заказывают Соль Сейчас Это еще Не закончится Оба саппорта Могут Погибнуть И со Спартом Затепили Оба На Торрентах И Близи Даблкил Делай Собственно Одним Таид Брингером И Ой 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 А как Сделал Поймали Да Это Минус Минус Четыре В очередной В общем Шаду Шаман Ферст пик И зайц Льет Соляру Льет Соляру Тем Что В прошлой Игре Игру Перевернулся Тем Блинк Даггером Когда Постоянно Прыгал Дрор Рейнджера Что В этой Игре Он Снова Находит Тражерского Укора В этот раз Оказалось Фантом И Не отпускает 15 тысяч Все Вот он Дипс Пошел И тут Твой проблем Гораздо Больше Слишком Большой Недофарм Относительно Гидры Обреем И поэтому Переворачивать Как в предыдущей Игре Едва ли Представится Настолько Возможным 17 тысяч Нетворц Цифры солидные Так или иначе Ну На Кэпчике Посмотреть Такая Получилась Ситуация 10 Кэп На Обреем От Винлайн Прямо Сейчас И 1.02 От Гидры Так что Он еще Есть Дарья Так что Есть Он еще Есть Так что Еще Оценивают Еще Хотя Оценивают А вот Кажется Закончить Сейчас Это Делать Да Шторм Уже В кондиции Шторм Тоже Иметь Довольно Так много Любой Саппорт Который Позволяет Шторма Выходить И Стараться Забивать Варды Просто Получает Налицо Прыжок Моментально Отклеивается И Шторма Вот так Варды Не Приснимаешь О Дрим Ждешь Жертву Сейчас Файрплай Закончится А Че Не Поставил Ошибочка Он Жаднич Думаю Что Спуты Поставить И Убить Там Изи Катка Жадина А че Жадничать Максимализм Ладно Там БКБ Лезь А Он Пожил Север Хотел Максимальный Урон Показал Тут Разваливать Хуренов У нее получилось Да Правда Шторм Залетает Он Забирает Потом Остается Драгонайт Драгонайт Успорится За всех сил Нажимаем Докинг Вар И Шторму Срочно Валить Шторм Получает Ушение Хорошо Хорошо Улетает Остается Шадошаман Который Закрывает Драгонайта Змейками Змейки Работают Драгонайт Никуда Не может Уйти Залетает Асколь Забирает Еще Одного Персонажа Остается Белочка Который Бежит По лесу Ну Ее Уже Как Догнать И В очередной Раз Шадошаман Заходит В замес И делает Очень Хорошего Вот Она Возвращение Шадошамана Аскрами Гидры Вообще Кто-то Пигал Шадошамана Последние Три месяца Дарья Да Не особо Как-то Он Появлялся Я уже Не вспомню Кого Конкретно Но Не Скажешь Прям Вспамили Как-то Вот Афаман Был Заяц Бакит Зашел Два Раза Взял Два Раза Размотал И Защите В атаке Там Че Но Особенно Объясняется Да Ну Что Собственно Для того Чтобы Снова Заходить На хайграун Все Готово Пирошана Да Нету Еще Не Скоро Появится Но Мне Кажется Что Можно Не Ждать Вот Уже В отличной Кондиции Находится Дрим Хотя Он Кирасу Я так Подозреваю Себе Не довез Просто Какого-то А нет Плотмейла У него Не хватает Ну да Кирасу Наверное Стоит Медофармить Все-таки Если дело Касается Атаки Кунка У него 1900 Уже Имеется Так А ну Спарта Который Ну Старается Делать То же самое Просто Выйти Хотел Поставить Хоть какой-то Вардик Но Как Ранее Говорилось Против Шторма Это Не работает У нас Фантом Тоже Пытается Выйти С базы Но Конка Смирана Ее Останавливает Вообще Не выпускают Максимально Зажимают Гидра По всем Фронтам Брейма Чтобы Тебе Вообще Не могут Сделать Ничего Фантом Она Была Рад Как Вырваться С базы Например Пройти Добраться До Вражеского Лес И Тангнет Вартов Что-то Пофармить Где-то Тосик Поднять Но Ее Не выпускают С базы Реально Выйти из нее Практически Нереально Во вражеский лес Все охраняется Везде Ворды Везде Вижен И тут Скорее всего Ты Останешься Мерс После Попытаешься Это сделать Вот такая Граунди Когда к ним Зайдут Больше У них Ничего Не остается В принципе Все Богатство Фантомки На данный Момент Это Вот Коррозивная Рба Плюс ПКП Плюс Ну и Есть шанс Небольшой Конечно Суметь Нафармить Башар На подходящих Рипах Может успеет Заходу Там уже По идее Купил себе Кирасу Хрюн Да И помимо Этого Вся команда Уже Собирается Смоук Решили нажать Это интересно Хотя Уже Все команды Раздевар Здесь уже Заяц Заяц Палил И ушел Опять Куча прыгает БКП Прожал Прожал Хорошо Это минус Чен Теперь он сразу пошел вниз Толкать Прилетел Сейчас правда Вся команда Хайгран Тянулся Это будет Немножечко Сложнее Но он там Просто Заспавнил Френтов И отошел Ну вот И денежки На башек Собственно Для хандом Подъехали Спасибо Водриму 25 тысяч Зажимай С Фурионом Одна удовольствие Он просто Качает всю карту Можно пойти Весь в лес Зафармить И если что Он всегда Стоит за место Да Вот это то Что он Что делает А Фурион Штармец Кункевич Они просто бегают По этой территории Забирают Вражескую тройку Забирают Вражеский лес И они Всегда готовы Более того Всегда готов Заяц Делает Заяц На самом деле Очень круто Все делает Поставил Два варда Постоянно Находится В позиции Подсвечивает Противника Постоянно Заходит Сюда И на регулярной Основе В него прыгает Шторм Это фит С другой стороны Начал Дрим Нести Вышку Но там Ничего Не добился Сейчас Еще Близи К нему Приведет Близи С агонимчиком Уже начинается Но тут Все равно Один Сюда Хотя бы В помощь Дрима Но Дрим Не хочет Так рисковать БКБ Это по аут БКБ Сейчас закончится И сразу Уже На готове Все контроли Мира Хотя можно было Лосой Раньше нажать На Батрайдер Решил выждать И до Рошана Осталась Минута Времени К этому моменту Там все Поресываются В целом Гидры Но Для чего И зачем Они так сделали Явно зря Так оскольбе БКБ Прыгнул Тут мне кажется Я стабильность Каждой игре Где есть штор Хотя бы разок Такой эпизод Вижу Где прыгает Убиражам БКБ Погибает Он уже привык Там просто Последний Сокол 5 минут Поднимается Кто-то Разваливает Он уже чисто На инстинктов Рывается Вижу Красный Бей Красный Бей Но Мы помним Чем закончилась Прошлая игра Мы прекрасно понимаем Что все-таки Закидывать Не стоит Потому что Опять В прошлой игре Бреймон Снесли Две с половиной Стороны И даже Несмотря на то Что Снесли Две с половиной Стороны И не в сторону Ту игру Приграли Поэтому Здесь Вот так вот Нежелательно Так как Рошан Очень скоро Появится Вышечки Бреймон Рано или поздно Начнут Здесь Денежки И тоже Буду зарабатывать В глубоком Лете Если уфареном Будет одинаково На это С фантомкой Фантомка Он перебьет Поэтому Им желательно Дожимать Так что Всего лишь На всю Одну сторону Снесли Вот он Вот Нарошанчик Появился Мы ждем Рыба Пошли Варды Отдать Только драки 5 на 5 Будет Если Брейм Приграют Эту драку Они готовы Они занимают Позицию Они еще Пользовались тем Что фурион Пушит Браво И бетику Приходится Вернуться Их только Бетик Возвращается Сразу Улетает Шторм Вначале Надо Повлетать Вот И со Спартона Нашелся Его задержал Бить начал Других Остается Контролировать Максимальное Количество Здесь Героев Но На бока Бета Пауте Улетает Отсюда И Мадемуазель Фантомка Со Спартона Нашли Снова Забрали Ну Вообще Рошану Можно Заняться Телепортов Было Потратино Много Пока Стягиваться Будут Уже Позицию Никакую Не займут При этом Заранее Ребятки Сбирают А вам Пост Еще Сторой Кой Тварь Поставить Чтобы Видеть Нету Фантомки Довольно Таки Мало Маны И У Гидры Слишком Много Урона Да Гримский Раз Разбирается Сейчас Бегут Смоки Но Они Просто Не Успевают Да Я Гоним Еще Взял Есть Врыв От Элевана Как Он Получается Сейчас Через БКБ Мощно Пытается Улететь На ТП Ауте А Закончился У него БКБ Но Не Успели Законтролить Поэтому Находят В принципе Не страшно Сейчас Надо Шторма Как-то Здесь Восстановить Манковому Паригенить И Можно Будет Идти дальше Шторм улетает На базу Для того Чтобы Это Сделать Внизу Нубита Хочет Посплит Пушить У него Плана Собрать Себе Сатаник И Рапиру Ну Денег На этот План Требуется Много О Нубита Хватит Для него Контроля Вопрос Довольно Серьезный Пока Что Его Держат В контроле И Очень больно Бьют У себя Варды И тычка Сильвера Еще Варды Прям Очень Сильно Приятного Играть Чудо Шаманом Когда Есть Очень Хороший Фолло Здесь У нас Фолло В виде Варена Которая Моментально Пролетает И Сразу Начинает Бить И Второй Фолло Это Шторм Спирит У которого Уже 2000 Маны Просто Прыгает С огромного Реджа При этом Еще Одна Из Лучших Шмоток Это Фэрри Тринкет Что Уменьшает Расход Маны Ну да Это Это Прям Вомбо Комбо Такой Супер Анти Спидпуш Который Только Можно Придумать Настало Время Ломать Вторую Страну Сейчас Подойдут Крипы Можно Попробовать Пойти В трон Можно На Мега Крипов Сейчас Посмотрим Как они Решат Сделать В принципе Время Ресурсы Есть У них На Все Идут В трон Ну А че Идти Да Бараки Далеко А Трон На Минус Одна Т4 Да ДК Хотят Дождаться Придется Уже Видимо За голый Трон Радца Но Бита Выкупается ДК По-прежнему Нету Даже Когда он Ресится У него Формы Еще Не будет Сразу Аспольда Подцепили У Аспольда Аегис Он только Рад Что На него Сливается Это Все Глизи Да Он очень Плотно Здесь Пробивать Не Выходит Но Бита Подцепили Аспольд Очень много Урона По саппортам Они мгновенно Рассыпаются У Нубита Да нету Байбека В случае Чего Он уже Его потратил Последние Байбеки Нажимаются Это был Последний Кстати В команде Брейм Там Тем временем Трон горит Во всю От трентов И это Не получится Никак Остановить Пытается Что-то Прожечь Бетрайдер Но он Даже Зареагрить Не может Трон Просто Падает Даже Бегая Брейм Написать Не сразу Успели Но 2-0 Гидра Смогли Закончили Свою пользу Винлайн В них Не верил Но Закончилось Тем Чем Закончилось И Да Напоминаю Про баннер Винлайн Трансляции Нажимаете На него Получаете 2000 Бонусов Для себя Брейм Они могли Эту карту Выиграть Но Залитое Начало Все-таки Сильно Дало Себя Знать Да В отличие От Брейма Гидра Очень Хорошо Дожимает Забирая Преимущества Ну там Конечно Были Закиданы Когда Шторм Рывается БКБ Но Было Крайне Мало В основном Довольно Так Уверенная Игра И Видно Что Сегодня Гидра Играет Намного Лучше Чем Последнюю Неделю Чем Последние Две Недели И Последние Месяцы Они потихонечку Возвращаются В ту самую Форму Желаем Им Дальше Продолжать В том же Самом Духе Но Абраиму Пожелаем Как-то Меньше Двигаться В сторону Чузовых Стратегий Особенно На этой Лиге И Возможно Стоит Обратить Внимание На всяких Медуз И Прочих Персонажей Которые Понадежнее Так Следующий Матч У нас Посмотрю У нас Играют Чипсы Против Вай НТ По-моему Не видел Вообще Ни одних Ни вторых Самое Время Посмотреть Я видела Легендарную Заругу Чипсы Против Сухариков Так что Чипсы Против Сухариков Ставлю Сухариков Стать Сухарики Покруче Да Сухарики Выиграли Не как Команда А как Вообще Сухарики Из жизни Они Всегда Больше Импонировали Чем Чипсы В общем Увидим Что там Покажут Чипсы 18.0 ПМСК Ну а пока Мы с Дарьей Отправляемся На музыкальную Паузу Продолжение следует... Продолжение следует...